Приемник воздушного давления. Система приемника воздушного давления. Система приемника воздушного давления подает различные входные данные воздушного давления на вычислитель воздушных параметров ADC, систему наддувокабины и комплексную, встроенную систему резервных приборов. Система приемника воздушного давления работает все время. Использование и распределение приемника воздушного давления и приемника статических давлений следующее. P1 – стандартное устройство подачи входного сигнала воздушного давления к вычислителю воздушных сигналов пилота ADC и датчику числа МАХа-1 S1 – стандартный приемник статических давлений к вычислителю воздушных сигналов ADC-1 P2 – стандартное устройство подачи входного сигнала воздушного давления к вычислителю воздушных сигналов данных второго пилота и датчику числа МАХа-2 S2 – стандартный приемник статических давлений к вычислителю воздушных сигналов ADC2 P3 – устройство подачи входного сигнала воздушного давления к системе резервных приборов S3 – устройство подачи статического давления к системе резервных приборов и системе наддува кабины Параметры воздушных данных Электрически обогреваемый датчик температуры заторможенного потока TAT расположен под боковым окном второго пилота Датчик температуры заторможенного потока TAT измеряет общую температуру воздуха и передает эти данные в систему воздушных сигналов ADC Система воздушных сигналов ADC2 использует выходные данные датчика TAT для расчета фактической температуры воздуха SAT Истинной воздушной скорости TAS и температуры заторможенного потока воздуха датчиков SVS TAT Данная информация далее поступает в систему электронных пилотажных приборов для дальнейшего отображения на дисплее Система воздушных сигналов SVS ADC Система воздушных сигналов – это двоичная система, которая предоставляет точные данные о параметрах атмосферы различным бортовым системам Система воздушных сигналов состоит из двух вычислителей воздушных сигналов ADC, двух панелей управления воздушными сигналами ARP и выходных данных из системы приемника воздушного давления Эта информация предоставляется пилотам на основных пилотажных дисплеях PFD и также на многофункциональных дисплеях MFD Вычислитель воздушных сигналов ADC Каждый вычислитель воздушных сигналов ADC получает данные о полном и статическом давлении И данные о температуре заторможенного потока от приемника воздушного давления – датчика TAT И управляющие входные сигналы от панели управления – ARP Вычислитель воздушных сигналов также получает входные данные из комплексной системы обработки данных – IAPS С этими входными данными вычислитель воздушных сигналов вычисляет следующие параметры системы воздушных сигналов Барометрическую высоту – высота по давлению Нескорректированную барометрическую высоту Фактическую температуру воздуха – SAT Температуру заторможенного потока – TAT Отклонение температуры от стандартной температуры – ISA Вертикальную скорость Приборную воздушную скорость Число маха Истинную воздушную скорость Заданную приборную скорость Заданную вертикальную скорость Тренд изменения воздушной скорости Предупреждение по высоте Заранее выбранный эшелон полета равен 180 Коррекцию погрешности статического канала Максимальную скорость VMO-MMO И предупреждение о превышении скорости Панель управления воздушными сигналами – ARP Каждый пилот может ввести необходимые параметры в системе воздушных сигналов через их персональную панель управления – ARP Панель управления пилота – ARP Управляет вычислителем воздушных сигналов номер 1 – ADC1 И панель управления второго пилота управляет вычислителем воздушных сигналов номер 2 – ADC2 Панель управления – ARP Представляет собой микропроцессор, позволяющий пилотам вводить Барометрические установки Барометрические единицы измерения в гектапаскалях и дюймах ртутного столба Минимальную абсолютную высоту снижения – MDA Высоту принятия решения – DH Расчетные скорости – V1, VR, V2 И заданную скорость – VT ARP – барометрический Ручка-переключатель Barrow вращается для того, чтобы повысить или же понизить барометрическую установку Барометрическая установка отображается на дисплее PFD Нажмите на ручку Barrow, чтобы выбрать стандартные настройки атмосферного давления Стандартная установка атмосферного давления – 29,92 дюйма ртутного столба или 1013 гектапаскалей – может быть задана, когда центр ручки бара нажат Кнопки HPA-Inch используются для выбора барометрических единиц измерения Нажмите на HPA-Inch для выбора барометрических единиц измерения ARP – DHMDA сегмент Ручка выбора – DHMDA имеет несколько функций Внешнее кольцо ручки DHMDA поворачивается для выбора высоты принятия решения – DH для второй категории Или для настройки минимального значения понижения высоты – MDA для первой категории Нажмите на ручку выбора DHMDA для установки Нажав на центр ручки DHMDA, вы видите соответствующие исходные единицы высоты на дисплее PFD Внутренняя часть Set ручки поворачивается для установки значения высоты в футах Нажмите на DHMDA, чтобы увидеть исходную высоту на дисплее Нажмите на DHMDA, чтобы установить значение высоты Второе нажатие уберет исходную высоту с дисплея Нажмите на DHMDA, чтобы убрать значение с экрана Тест радиовысотомера Кнопка теста радиовысотомера, ArrayTest, запускает автоматическую проверку радиовысотомера Нажатие кнопки ArrayTest приводит к отклонению шкалой радиовысотомера до 50 футов и возвращению к предыдущим настройкам Нажмите на кнопку ArrayTest, чтобы начать автопроверку Ручка Speed Reference также имеет несколько встроенных функций Внешне наружное кольцо ручки выбора режима Speed Reference вращается для выбора расчетных скоростей V1, VR, V2 и заданной скорости VT Внутренняя часть Set ручки позволяет пилоту просмотреть шкалу скорости и установить расчетную скорость, выбранную режимом ручки Speed Reference Кнопка Cell используется для выбора значений заданной скорости, установленной на PFD Центр ручки Push, Set, Off по отдельности убирает скорости, когда они пролистываются пилотом Нажмите на кнопку Speed Reference для выбора VS-PDS Нажмите на ручку Speed Reference, чтобы установить V1 Нажмите на кнопку Cell для выбора VR Нажмите на ручку Speed Reference, чтобы убрать пролистанные значения скоростей Продолжение следует... Продолжение следует...